Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Либретто по-итальянски «книжечка» – так всегда называли полный текст оперы, который продавали в фойе театра в удобном карманном формате. Моцарт считал, что в опере главная музыка, а Глюк – что главная текст. Тема нашей сегодняшней программы – союз композитора и либретиста. У меня в гостях композитор Леонид Десятников и писатель Владимир Сорокин. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Владимир. Сегодня мы постараемся осветить тему союза композитора и либретиста. И я очень надеюсь, мои дорогие гости, что вы мне в этом поможете. Потому что, как ни странно, но вся 400-летняя история оперы – это, в общем-то, история борьбы за равноправие музыки и текста. Для вас, насколько я понимаю, это первый опыт, эксперимент совместного творчества. Я сейчас говорю про оперу конкретно «Дети Розенталя», которая родилась в 2005 году. То есть премьера, которая состоялась в 2005 году. Родилась раньше она, да. Родилась она раньше. Я так понимаю, рождалась она в муках в течение нескольких лет. Но бурно рождалась, на самом деле, в муках, но я получил огромное удовольствие, потому что это был мой первый опыт либретто с замечательным композитором. Замечательный композитор Леонид Десятников. Расскажите, все-таки заказ пришел – это естественная история. Здесь надо вспомнить человека по имени Эдуард. Да? Вспомните. Эдуард Баяков. Да. В тот момент очень энергичный, можно сказать, культуртрейгер, да? Продюсер. Продюсер. Просто очень энергичный человек, который с этой идеей… Собственно говоря, идея была двойная, она была парная в голове у Эдика. Он предполагал, что петербургский композитор напишет оперу для Большого театра, а московский композитор напишет оперу для Мариинского театра. И это будет такая дружба, фройншафт. Эта идея осуществилась чуть больше, чем наполовину. То есть в московской своей части она осуществилась, а в петербургской как-то не очень. Но потом опера, которую написал Владимир Мартынов, была поставлена, была предъявлена в концертном исполнении за пределами России. Кто-то из здесь присутствующих, хочу задать вопрос людям из музыкальных, так сказать, вузов, которые нас слушают, молодежи, вкратце. Знает хотя бы сюжет оперы «Дети Розентали»? Если нет, я постараюсь рассказать маленькую просто фабулу, потому что надо на самом деле взять и прочитать это как отдельное произведение. Это безумно интересно и занимательно. Профессор Розенталь, медик, если что-то не так, вы меня поправите, Володя. Генетик, врач из Германии, выгнан еще до Второй мировой войны за то, что считается, в общем, ну скажем так, медицинским еретиком. Наверное, он был евреем, кстати. Ну, конечно, судя по фамилии, наверное, все-таки, да, немецким евреем. Потому что он проводит такие опыты, то, что сейчас называется клонированием. Он создает дубли людей. Сталин, Советский Союз, его забирают под колпак, дают ему все возможности, все условия, чтобы он начал создавать дубли стахановцев и настоящих советских людей. Детям уже смешно. Дети не знают, что такое стахановцы. Но, чтобы, значит, вырастить поколение настоящих советских людей и коммунистов. Но у него была мечта. Он решил создать дубли гениальных композиторов, а именно Моцарта, Верди, Вагнера, Мусоргского и Чайковского. И создал он их точной копией этих композиторов. И все они его называли своим отцом родным, поэтому их и называют Дети Розенталь. Вот эти пять гениальных композиторов родились. Ну, а дальше я вам рассказывать не буду, потому что вы должны это прочитать. Кстати, вы мне должны оба рассказать, почему именно эти композиторы. Я понимаю, что это абсолютно оригинальная музыка, но она не аранжирована. И это даже не мимикрия под стиль. Это ваше видение, допустим, музыки того же Вагнера или того же Верди, или того же Чайковского. Да, совершенно верно. Именно важны именно эти пять композиторов. Да, это делалось по принципу взаимодополнения, во-первых. Ну, и во-вторых, очень важно, что это все оперные композиторы. Мы сегодня в нашей программе решили сделать следующее. На примере тандема композитора и либретиста мы решили проиллюстрировать именно, как происходило с этими пятью композиторами. И начнем мы с Вагнера. Но первым фрагментом, прежде чем мы будем продолжать разговор, мы посмотрим именно фрагмент оперы Дети Розенталя, послушаем Арию Вагнера, а потом будем говорить, как происходило со сценариями у Рихарда Вагнера. Пожалуйста. ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему я начала с Вагнера? Поскольку его литературное наследие было не намного меньше, чем его музыкальное наследие, если не больше. Он был автором бесконечных музыкальных трудов, философских трудов, оставил массу критических статей. И вся его музыка была своего рода посланием его философии, синтезом, как он сам говорил. Поэтому никому, конечно, он не доверял писать никаких либретто. Сам он сочинял эти либретто. И были они у него как такой некий предлог к тому, чтобы вывести на сцену даже не героя, а идею свою собственную. Поэтому, что касается Вагнера, он за всё отвечал сам. И никто не прикасался ни к одному слову в его операх. Это то, что сейчас называется контрольный фрик, да? Я не знала этого. Ну, это заболевание, в общем, психическое. Для человека, который хочет контролировать абсолютно всё в своей жизни. Ну, это, собственно, его... Это и была его концепция. Совокупное произведение искусства. Всё вместе, собственно, да? Включая там и сценографию, и свет, и театр. Ну, и, конечно же, и тексты, собственно, и всё это он хотел, в общем, сам контролировать, как создатель этого космоса, собственно. И колоссальное количество ремарок, режиссёрских, да? Которые предписывают актёрам делать вот именно это, а не другое. И, конечно, современные постановщики вагнеровских опер чихать на это всё хотели. И они делают всё совершенно по-своему. Только музыкальный текст и поэтический текст остаются неизменным. А всё остальное меняется. Хотя бы, хотя бы это. С Вагнером разобрались. У него был тандем с самим собой. И, видимо, никаких противоречий в этом тандеме не было. Никогда у вас не возникало желания самому написать текст к своему сочинению? Вы считаете, что... Ну, когда я был молод и глуп, то я это сделал. Моя первая опера называется «Бедная Лиза» по Карамзину. Я знаю, конечно. И я сам взял либретто. Вот я как раз хотела спросить. На материале Карамзина, конечно. Да, конечно. Ну, я произвёл некоторую вивисекцию над текстом Карамзина. Но официально я являюсь автором либретто. Никто, кроме меня, не прикасался к этому тексту. Скажите, пожалуйста, Володя, а вот вы бы способны были смиренно, если вас попросит композитор, допустим, если это не Десятников, с которым я так поняла, у вас сразу сложилось полное взаимопонимание, и вы шли как бы в одном направлении, переписывать свой текст? Или вы бы сказали, нет? Либо вот я написал... Вообще, что было сложнее, что мучительнее рождалось именно в опере «Дети Розентали» – музыка или текст? Вы знаете, если ты хочешь работать с композитором и работать над оперой, то ты должен быть готов к доле пластичности в отношении к собственному тексту. Есть вещи, которые, например, ритмические, невозможно спеть, их надо переписывать, или что-то не лезет в рот. Прошу прощения. Какие-то гласные. Гласные, да. Да, 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 да. Вот. Ну, как вот, когда я третий орден получил, и Сталин пригласил нас в Кремль, у меня был... Розенталь. Второй орден. Это Розенталь поет своим детям, да. У меня был второй орден. А Леонид Аркадьевич попросил третий, потому что это лучше поется. Когда второй я орден получил, нехорошо. Да. Ну, и таким образом я сделал нашего героя трижды орденоносца. Трижды орденоносца. Вот. И таких мелочей очень много, кстати. И, собственно, это надо... Надо к этому быть готовым. Спасибо. Очень точное замечание, потому что следующим дублем, представленным здесь как пример, будет Джузеппе Верди. Абсолютный антипод Вагнера, всю жизнь страдавший от того, что не мог встретить своего либретиста. Тем более, что он очень любил писать, как бы переносить классику на оперную сцену. И Эрнани, и Гюго, и Мускамель, и Митровиата, и Дюма. И очень много по Шекспиру, и по Шиллеру. И никак не мог встретить человека, который мог бы ему действительно точно написать то, что он хотел. Только под конец жизни он встречает Арига Бойта. И, наконец, счастлив, потому что вот именно это был тот человек, с которым он полностью нашел взаимопонимание. И последние его две оперы, Отелло и Фальстов, были написаны вот с этим либретистом. Поэтому предлагаю маленький фрагмент из оперы Фальстов. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Тутти габбати» КОНЕЦ Дорогие друзья, пришло время теперь, чтобы студенты, которые нас слушают, задавали бы вам вопросы. Пожалуйста, у кого вопросы? Леонид Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Я хотела вам задать простой студенческий вопрос. Скажите, какое для вас идеальное либретто – Дон Джоан Моцарта или же Верди Травиата? Хороший вопрос. Ответ очень простой и очень студенческий тоже. На мой вкус Дон Джованни длинновато, а Травиата в самый раз. У меня вопрос к обоим гостям. А скажите, стоит ли считать либретто отдельным драматическим произведением и стоит ли заниматься их издательством? Я думаю, что стоит, если они удались, как мне кажется. Есть же очень никакие вторичные совершенно либретто. И тексты. Да. Да и вообще, плохих книг больше. К сожалению, чем хорошие. Как и либретто. Я бы сказал, что, может быть, не все стоит издавать, но в интернете должен быть доступ ко всем либретто. Особенно 18 века и так далее. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Здравствуйте. Леонид Аркадьевич, скажите, пожалуйста, как вам пришла идея при создании балета под названием «Опера» использовать либретто Пьетро Метастазио? А как-то внезапно пришла в голову эта идея. Я помню, что я был в душе в этот момент. И вдруг слово «Метастазио» появилось у меня в голове. Наверное, накануне я с кем-то говорил об онкологических чьих-то проблемах, не знаю. Метастазио. Я сразу вспомнил. Я сразу прекратил водные процедуры, выскочил из ванной комнаты и пошел искать. У меня была книга Стендаля. Там шла речь о метастазио, и в частности он пересказывал какие-то правила, которые должны лежать в основе оперного либрета в то время, в XVIII веке. И я подумал, что это как раз то, что мне нужно. Не то чтобы опера, а именно что-то, где есть какие-то правила, которые могут меня ограничить, могут ограничить полет моей фантазии безудержной. И вот с этого началось написание балета, балета опера. Продолжаем разговор. Были композиторы, которые брались сами писать либрета и ничего в авторском тексте не меняли. Например, Доргомышский, каменный гость опера. Полностью взят текст Пушкина и написана музыка. Или же один из ваших персонажей, или как вы их назвали, дублей, гениальный Мусоргский. Борис Годунов, им написан тоже, либретто написано им самим, но он так бережно, так скрупулезно подошел и так корректно обошелся с пушкинским текстом, что это вызывает, конечно, удивление. Послушаем фрагмент, пожалуйста. Сын мой, дитя мое, родной мой. 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 Святочки святых угольников Божьих. Сестру свою, царевну береги мой сын, Ты ей один хранитель остаешься. Нашей Ксении голубкой чистой. Снова подхожу вплотную к вашей опере «Дети Розентали», подбираюсь к таким уже совсем сладким кускам для меня, а именно к Моцарту, например. Ну, во-первых, вспомним взаимоотношения Моцарта с либретистом Лоренцо да Понте, с которым у него не просто был союз, а такой триптих получился, да, «Свадьба Фигера», так поступают все женщины. И третья была «Дон Жуан». Я вот тоже думала, вот бы вам триптих сочинить обоим. Мы готовы. Вы оставляете под конец оперы Моцарта жить. Как бы второй раз в эту отравленную реку он войти не может. Но это какая-то жизнь безнадежная, он обречен на это бессмертие, и даже какой-то его альтер-эго в виде волшебной флейты не утешает. В этом есть какой-то тайный философский смысл? Моцарт самая, собственно, наверное, трагическая фигура здесь, но и самая трогательная для меня, во всяком случае. И весь... Ну, конечно, он младший брат, он рождается последним, он влюбляется в вокзальную проститутку. Ну, тут все, в общем... И он как бы отвечает за них, за всех. Он несет на себе, на выжившем, все, собственно, и грех отца, и, собственно, всех братьев. И вот в этом... И божий дар всех братьев, да? Ну, да. И в этом, собственно, и сила этого финала, как мне кажется. Сейчас предлагаю послушать и посмотреть маленькие фрагменты оперы Козьи Фантути «Так поступают все женщины», как раз вот Либретто Лоренцо да Понте. «Так, пожалуйста». ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Возвращаясь вплотную к судьбе оперы «Дети Розенталя», вы тогда, в 2005 году, господа, шума наделали, конечно, не меньше, чем Верди с Травятой в свое время, совсем не меньше, если не больше, чем Стравинский в Париже с весной священной. Вы нам льстите. Ну, нет, я помню, помню, помню. Критики, артистический, музыкальный мир приняли это сразу. Не артистический мир. Кричал, какой-то был синдром доктора Живаго. Сам не слышал, но знаю, что порнография. А мы тоже не понимаем, а люди, которые это устраивали, тоже не понимали, что они делают. Ну что, это был чей-то заказ, как вам кажется? Конечно. А вы думаете, не было заказа никакого? Я думаю, что был. Я помню, что где-то за две недели до премьеры я встретился с какой-то абсолютно незнакомой мне женщиной, которой я должен был что-то передать от кого-то, какого-то моего приятеля, который прислал ей из-за границы. Я не помню, что это были, деньги или это был сувенир какой-то. Я встретился у метро с очень достойной женщиной, какой-то немолодой. И зашла речь вот почему-то об этих детях Розентали. Она поджала губки и сказала все про порнографию, ну все, что полагается. Она об этом узнала из телевизора. Значит, ей это внушали некоторое время. Она поддалась. Это удивительно, потому что это удивительно. Вот все здесь присутствующие, сколько тут вас сидит. Я призываю, вернувшись сегодня после нашей встречи, не полениться, открыть детей Розентали. Даже если вы будете очень долго искать, вы не найдете ни одного нецензурного выражения бранного. Так что будете даже разочарованы. И если вы будете пытаться найти какие-то рецензии, то в принципе ничего, кроме... Как бы критика музыкально воспринимала это крайне положительно, что впервые за 30, вот после 30 лет молчания. Скажите, а как вам обоим кажется, вот наверняка создав эту оперу, родив ее, выпустив ее на свет божий, вы думали о ее судьбе. Сегодня по прошествии 9 лет. Как вам кажется, как сложилась ее судьба? Я уверен, что эта вещь не доплыла еще до публики на самом деле. И, собственно, она достойна новых постановок, и мне очень хочется это увидеть. Вы сейчас говорили об этих событиях того времени, об этой довольно... Травле, скажем так. Грязной кампании, собственно. Вот вся эта муть и шелуха, собственно, она осталась в том времени. А опера – это вещь, она сейчас очищена от нее, собственно, и она должна быть поставлена заново, конечно, и заново прочитана как бы. Любое произведение, мне кажется, проверяется временем, его живучесть, иногда оно опережает свое время. Наверное, это был именно тот случай. Мне так кажется, что оно немножечко опередило то время, когда оно должно появиться. Я-то уверена, что оно появится. У вас вообще есть там вот именно любимые персонажи или любимые фрагменты или Арии, которые вот как-то особенно получились у вас у обоих? Он сказал про Орю Вагнера, например, господин Сорокин, а тебе что нравится? А вам что нравится, Леонид? Я сейчас не помню, что мне нравится. Я вообще не помню этой музыки. Нет, я помню, но как-то трудно мне выделить, потому что... А вот мне, например, нравится дуэт Чайковского и няне. Ну да. Поэтому я его оставила под конец. Потому что гениальный Петр Ильич Чайковский, на мой взгляд, тоже перенесший в жизни столько скандалов и столько, в общем-то, не все произведения принимались сразу, но ура. Многие тоже, как верно сказал Владимир, с годами были очищены и от провалов, и от критики, и все, вся эта шелуха отпала, а произведения живут. Единственное, в чем можно было бы, наверное, упрекнуть Петра Ильича, это в его родственных узах, потому что он часто доверял писателю Бретта своему не очень талантливому брату Модесту. Имя его соответствовало, так сказать, видимо, французскому переводу этого слова «модест», что в переводе означает «скромный». И как-то вот иногда Модест как-то перелопачивал там и Пушкина. Вот, например, Шиловский, который сделал версию все-таки Евгения Онегина «Роман в стихах», это гораздо талантливее, на мой личный взгляд, чем «Пиковая дама» со всем измененным. Но все равно музыка такая, что она прощает любые огрехи либретта. Но сейчас все-таки мы заканчиваем оперой «Дети Розентали», а именно дуэтом Чайковского и «Няня», пожалуйста. «Петруша, ты, ты... Петруша, 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 петруша...» Ах, ня-ня, ня-ня. Голубчик, что с тобой? Волнуюсь, что-то Препещет твое сердечко. Я брата Моцарта увижу скоро. Как это счастье Четвертый братик будет у тебя. Ты радоваться должен. Я радуюсь, но трепещу в душа себе. А что трепещешь ты, Петруша? Ах, ня-ня, петруша, петруша, петруша. Ах, ня-ня, ня-ня. На Моцарта молился я. Он, он Богом был. Моим кубиром. Бесплотным кухом Тузыки с горой. Теперь он человек И в этой колыбели Будет лежать И плакать по ночам. Ах, Боже мой! Как сложен мир Как страшно гре и странно Петруша, успокойся Ты тоже в этой колыбели Лежал и плакать Что с тобой? Я всех вас на ночам Зачала Да нянчила Тебя улыбну В огнера прикумну За белку верти Мунсорского плацу И все сосыдь мать мою Жаль, не хватило Моцарту на лютке У нашей няньки Молота Старая Старая стала Петя Ах, няня Петя Ах, няня Петя Ах, няня Петя Ах, няня Ах, няня Петя Ах, няня Ах, няня Ну что ж, загадаю все-таки триптех. Пожелаю опере «Дети Розенталя» второго рождения и «Счастливой судьбы». А сегодня мне остается только попрощаться и сказать спасибо огромное вам обоим, Леонид и Владимир, что вы были героями программы «Нескучная классика». Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Мейербер писал, в опере либретто создает успех первого исполнения, а музыка – сотом. Мне же хочется пожелать нам всем как можно больше интересных либретто, написанных на прекрасную музыку. С вами была Сати «Нескучная классика». «Нескучная классика»